давайте начнем хорошо ребята добро пожаловать на канал как видите у нас очень особенный гость это дэрек ю из мунбим основатель мунбим дэрек добро пожаловать на интервью мы говорили раньше может быть прошлым летом или около того мы еще не проводили интервью и мне очень приятно наконец пообщаться с тобой так что пожалуйста расскажите нам кто ты и чем занимаешься кто такой мунбим и чего люди могут ожидать от мунбим ближайшее время конечно спасибо его за то что пригласил меня как ты сказал я дэрек ю мы уже некоторое время работаем над проектом мунбим многие наверняка слышали что мы работаем над двумя сетями одна из которых называется moon river это что-то вроде сезона парачейна в полка дот и как вы знаете она запущена уже пару месяцев теперь мы приближаемся к запуску второй сети это что-то вроде сезона парачейна в полка дот мы долго ждали этого и наконец мы находимся в отправной точке этого процесса он скоро начнется и мы сосредотачиваем на этом много энергии и причина по которой мы разговариваем заключается в том что вы ребята также являетесь одним из ключевых проектов на полка дот я имею ввиду что когда люди думают про полка дот мунбим это абсолютно точно один из лучших проектов и это то что вы делаете ивм эзериум люди могут брать смарт контракты из эзериум и запускать их на полка дот это так как бы вы сами описали миссию мунбим в экосистеме полка дот давай я немного объясню все чтобы люди могли понять и как мы могли попасть туда где мы сейчас я думаю что одна из оригинальных идей и убеждений которые у нас были еще в 2019 году когда мы начинали заключалась в том что все действительно движется в сторону мультичейнов будет много блокчейнов у которых есть пользователи и которые ценят их я думаю что может быть даже больше чем сегодня так что это было основной предпосылкой и если вы согласны с этой идеей вы понимаете что связь между различными чейнами становятся критически важной частью всего этого и именно это в первую очередь привело нас к полка дот поскольку полка дот есть видение того что существует множество блокчейнов и у них есть такое решение которое позволяет им подключаться или сообщаться друг с другом так что это было то что нам нужно мы начали разработку среди полка дот я думаю что именно тогда мы поняли что в полка дот есть этот фреймворк под названием substrate и вы можете создать свой собственный блокчейн используя его это очень мощный вид фреймворка также мы поняли что он вряд ли будет идеально подходить для каждого кейса я имею ввиду что у вас есть это мощная структура для создания своего собственного блокчейна но вы все еще строите свой собственный блокчейн поэтому вам также нужно позаботиться о базовой экономике токенов и множестве инфраструктурных вещей и поэтому мы поняли что в этой экосистеме будет важное место для того чтобы предоставить больше возможностей подобных смарт-контракту с которыми многие разработчики знакомы вот что привело нас к этой идее и я думаю что даже в рамках этой идеи нас считают прагматиками так как мы сказали что наиболее широко распространенной и вызывающей наименьшие разногласия будет реализация стиля этериум чтобы люди могли использовать этериум как инструмент разработчика и инфраструктуру совместимую с ивм это привело нас к созданию такой вещи как применение этериум сабстрейт которую мы разработали в сотрудничестве с парите мы используем пока дот как структуру построения блокчейн но по идее мы реализовали этериум так что если вы перейдете на мун ривер или на мун бим когда он будет запущен он будет выглядеть и ощущаться как система подобное этериум и прямо сейчас на эзариум построено множество инструментов мы также создаем инструменты сморались который индексирует блокчейн получает все смарт-контракты в режиме реального времени все события все пользовательские балансы все пользовательские инфи ти все это сейчас так много инфраструктуры мы не понаслышке знаем что нужно для этого и поэтому я полностью согласен с тем что имеет огромный смысл чтобы у вас были системные разработчики потому что есть так много инструментов все эти разные небольшие утилиты например есть компания за которой я внимательно слежу tenderlight где вы можете отлаживать смарт-контракты есть разные другие провайдеры для разных вещей вот почему сейчас солидайте так напоминает javascript крипте с точки зрения того что существует много виртуальных машин javascript это давняя история но мы все еще используем ее сегодня и может быть это будет будущее солидайте ivm каким ты его видишь как ты думаешь через 20 лет мы все будем его использовать или быть может это будет раз как это делает солана будут ли новые инновации уверен что будут но на данный момент есть большой интерес вокруг технологии этериум есть такая история а x86 intel создала этот x86 и это должна была быть такая временная вещь у которой не будет никаких преемников но потом вы осознаете что у вас уже есть экосистемы подобных технологий компаний которые строят на этом и тому подобное и вот 40 лет спустя это все еще доминирующая архитектура я действительно думаю что если бы вам нужно было выбрать прямо сейчас какой-либо один технологический стандарт который имеет такую выносливость то это именно этот выбор технологий вокруг технологического стейка этериум и можно посмотреть даже на более свежий пример чтобы создать веб-сайт мне нужно нашли имель а затем не вдруг понадобится сесс что совершенно другое совершенно новый язык который я должен понимать дальше нужно изучить аваскрипт чтобы сделать сайт интерактивным потом выучить что-то вроде си шарп или php по сути это четыре разные вещи которые мне нужно знать чтобы создать веб-сайт это идеальный способ создания веб-сайтов если бы мы перезапустили интернет сегодня вероятно был бы гораздо лучший способ но то же самое и скриптой солидайте это лучший способ а и вем наверное нет но это импульс инструменты принятия разработчиками и так далее люди склонны недооценивать то что нужно для создания всех элементов инфраструктуры они не думают об этом у вас может быть язык программирования смарт-контрактов который имеет преимущество функции безопасности и другие вещи которые возможно лучше чем солидите но это поддержка кошелька вся инфраструктура как тот же морали что ты упомянул так много было всего построено и я думаю что потребуется много времени чтобы все перестроить предлагается другой стек технологий и просто нужно время чтобы все эти инструменты созрели и развились я считаю что брат правильное слово я думаю что в некотором роде это похоже на младшего брата это как что-то отдельное он может хорошо справляться с некоторыми вещами которые старший брат не умеет касательно мудим и мудривер многие думают на чем же сосредоточиться мы интегрируемся в мудим на сто процентов но стоит ли нам делать это из мудривер потому что мы хотим быть уверены что это того стоит именно поэтому я спросил вас ребята telegram мудривер это то на что стоит обратить внимание и вы сказали да потому что в этом есть большая ценность и говоря кусама непонятно это тестовая сеть или уже нет ибо она уже имеет ценность многие стремятся почему-то перейти из кусама в полька дот так как вы это оцениваете мудривер будет своего рода второстепенным вариантом или будет как равный брат мудим если посмотреть на сам актив рели чейн ксм по сравнению с дот очевидно есть разница в стоимости и понятно что если вы хотите максимальной экономической безопасности то полка дот это то что имеет смысл мы говорили с командами у которых есть разные кейсы и многим не обязательно нужна максимальная экономическая безопасность и могут потребоваться более дешевые транзакции или более дешевое пространство для блоков и в таких случаях сама подходит лучше и еще что я хотел бы упомянуть оригинальная идея кусама была больше направлена в сторону тестовой сети даже если она имела отношение к ценности но со временем это изменилось это как если бы вы запускали сеть и она начинает жить своей собственной жизнью формируются сообщества и так далее и все меньше говорят что это тестовая сеть потому что вы видите действительно увлеченное сообщество вокруг сети и многие говорят кусама это наше последнее место размещения и мы не собираемся на полка дот я тоже это слышал многие команды говорят подобное и некоторые из них не получат слот полка дот поэтому они идут вкусом а где для них проще получить этот слот невероятно есть мир в котором оба варианта существует и мы будем внимательно следить за развитием событий что касается технологий ты говоришь что это реализация из ариум на полка дот и как я знаю есть такие дополнительные вещи как своего рода нативные связи между прочейными или что это такое что выходит за рамки просто и вем у нас есть множество вещей которые мы получаем как часть чей на сабстрейт но реализованный с помощью сабстрейт который имеет много разных наборов модулей и других видов расширенных функций рассмотрим moon river в качестве примера есть базовый набор функций этериум и полная система управления он чейн что не представлена на основной сети этериум и есть система full стейкинга которая помогает выбирать залоги которые являются производителями блоков системе она помогает обеспечить безопасность таким образом определенно существует ряд элементов в чейне которые не просто являются частью реализации ванила на этериум и это то что мы получаем от использования сабстрейт мы выбирали полка дот из-за этой встроенной функции которую я называю встроенной сетевой возможностью это встроенная возможность кросс чейн интеграции основной протокол который помогает вам в этом называется x7 пи и это способ взаимодействия чейнов друг с другом которые являются частью экосистемы кусама или полка дот это своего рода стандарт который только стабилизируется и в ближайшее время мы собираемся отправить первые функции основанные на x7 пи его уникально заключается в том что он встроен в сам базовый протокол как и многие другие связующие бриджинговые решения в наши дни как правило их системы безопасности накладываются поверх базовых уровней у вас есть протоколы базового уровня а затем у вас есть другой протокол моста который накладывается сверху и уникальное преимущество кусама и полка дот в том что все это встроено в базовый уровень таким образом у вас нет дополнительных предпосылок безопасности мы скоро отправим сюда первую из наших интеграций на основе токенов и пользователи кусама будут иметь возможность перемещать токены ксм из кусама relay chain в moon river когда они придут в moon river они будут представлены там как нечто вроде ерц 20 совместимого таким образом они могут использоваться во всех этих протоколов дэфи которые там развернуты а затем вы можете переместить их обратно и все это происходит с этим x7 пи если затронуть более технический уровень есть различные парачейны ты говоришь что существует стандарт позволяющий перемещать активы туда и обратно и как тогда это работает некоторые прочее не имеет веем некоторые прочее не нет допустим у меня есть собственно виртуальная машина может быть виртуальная машина иван которую я изобрел сам и у вас есть в м и вы отправляете какие-то активы как мне взять их из этого моста нижнего уровня который есть субстрат в мою и веем который я представил как токен и и россии 20 как это работает например как вы переносите эти активы из низкого уровня на более высокий весь этот x7 пи и эти токи на о которых я говорю которые перемещаются представлена на нижнем уровне sub straight вам нужно выбрать где вы собираетесь представлять токены и там есть пара вариантов мы используем эти активы наборов модулей но также есть пара других наборов модулей которые люди использовали для этого эти сообщения x7 пи в основном находятся на уровне sub straight и управляют балансами токенов которые изначально хранятся в чейне для нашей реализации есть пара моментов один из которых заключается в том что мы приложили все усилия чтобы обеспечить совместимость когда у вас есть баланс учетной записи и терем и вы запрашиваете его с помощью и пи ай интерфейсов и терем на самом деле похожие на хранилище sub straight мы поместили хранилище в уровень sub straight но он представлен как smart контракт потому что в зерем у вас либо есть адрес пользователя либо smart контракт который удерживает активы если активы находятся в субстрат это как абстрагированный контракт или как это работает наша стратегия по расширению базового набора функции этериум для предоставления доступа к более продвинутым функциям sub straight заключается в предварительных компиляциях у нас их довольно много есть много запланированных где есть эти предварительные компиляторы например предварительная компиляция ксм она соответствует интерфейсу подобному и rc20 поэтому его можно рассматривать как и rc20 примеру вызывайте функцию трансфера ксм обратно в реле чей этим вы достигаете нижнего уровня sub straight а затем вызываются эти основные на x7 пи функции для выполнения действий кросс чейн очень интересно причина по которой мы это сделали заключается в том что таким образом поддерживается совместимость со всеми существующими инструментами этериум потому что тогда все эти вещи просто выглядят как smart контракты и вы можете взаимодействовать с ними именно так а не создавать расширение для rpc или чего-то в этом роде где непонятно как использовать эти инструменты понятно да это очень интересно особенно учитывая тот факт что мы развиваемся у нас есть более мощные средства но мы все еще можем использовать и вем и все работает какие функции кейс вы видите в будущем на полка дот конечно у нас есть такая же инфраструктура как и у вас но если у вас уже готовые проекты для перехода от эзериум с помощью vm или проекты по расширению moonbeam и как дела у сообщества самое захватывающее это то что с тех пор как около 9 недель назад мы запустили первую из двух сетей moon river на кусама было довольно много активности связанные с размещением команд и описать команды можно разделив их на две категории первая категория это люди с которыми мы стараемся работать своими собственными усилиями я бы назвал их командами которые преследовали стратегии мультичейн размещения примеру команда которая возможно изначально была из этериум но с тех пор разместилась полигон bsc и других чейнах и когда у вас есть такая стратегия я считаю moonbeam естественным партнером потому что многие из них нацелены на и в м чейны и они могут сказать окей я хочу добраться до полка дот и я могу либо сделать реализацию sub straight или если я работаю с moonbeam и просто снова используя ту же реализацию терю один из наших партнеров суши у которых есть стратегии мультичейн размещения подходит под эту категорию также меня воодушевляет вторая категория команд которых я бы назвал нативными командами которые на данный момент сосредоточены только на moon river и вскоре будут и на moonbeam за последние пару месяцев на moon river было довольно много активности от команд которые размещают проекты из дефи области я бы сказал особенно дефи а также из области и нефти и вокруг чейна сформировалась такое сообщество людей которые запускают нативные проекты они те которые являются мультичейновыми я думаю что наиболее важным будет получение этой опции которая необходима людям для переключения сети в свое metamask тогда мы увидим большое количество пользователей должен быть какой-то проект суши может быть или что-то еще куда люди все равно пойдут и и переключают свой metamask потому что я считаю что показатель номер один который необходимо максимизировать для всех проектов это количество людей у которых настроен кошелек чтобы они были готовы использовать сеть именно поэтому системы и vm имеет такой простой вход для многих пользователей потому что metamask уже там будет интересно посмотреть сколько людей будет активно вовлечено и будет использовать это ежедневно и так каковы ваши взгляды если у вас какие-то стратегии какие-то события для пользователей или вы думаете что сообщество справится с уже запланированными проектами к нам проявляют интерес но это не значит что мы расслабились определенно большой интерес со стороны разных команд и мы представляем техническую поддержку для размещающихся форков я надеюсь что так будет и дальше за последние пару месяцев было размещено множество десятков форк проектов и мы в основном сосредоточились на предоставлении инфраструктуры необходимые им для того чтобы быть успешными я приведу несколько примеров мы получили отзывы от команды например я хочу сделать размещение но мне нужно чтобы мой интерфейс основывался на граф и так прямо сейчас у нас есть интеграция с граф для moon river и люди могут использовать это если они хотят обеспечить использование внешних интерфейсов многие команды говорили мы defy протокол у нас есть много активов поэтому мы не можем просто поместить их на обычный адрес нам нужна мультиподпись это позволит им убедиться что существует безопасная система управления средствами то же самое и с оракулами например для размещения протоколов кредитования и заимствования обычно нужны оракулы примеру band запущен и уже работает и мы тесно сотрудничаем с командой chain link чтобы вывести их в онлайн что должно произойти в ближайшее время я вижу что мы подготавливаем окружающую среду будучи уверенными что позаботились обо всех инфраструктурных потребностях еще одна функция популярных запросов была связана с изерскан почти не имеет значения если у вас чейн и при этом нет изерскан вы можете поместить туда все что захотите и вы получите кучу жалоб от людей но ты понял да 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 то что было недавно размещено является своего рода реализации изерскан для moon river и то же самое будет для moon beam думаю мы просто пытались слушать мы хотели бы прислушаться к нашему типу клиентов в группе разработчиков я думаю что половина дела это просто прислушаться к их отзывам жалобам а затем попытаться их решить думаю сейчас у вас много разных vm в разных чейнах и vm есть ваваланч фантом теперь есть на полкадот будет moon beam а также другие vm и так как по твоему мнению vm на полкадот могут конкурировать с другими такими как фантом binance чейн дело в том что я не думаю что скорость здесь имеет первостепенное значение есть много быстрых и vm даже за пределами полька как вы думаете будет ли это мостом какова основная добавленная стоимость для и vm на полкадот по сравнению с другими и веем на выходе хороший вопрос я бы сказал что для меня ключевым моментом является совместимость есть еще вопрос общей безопасности что на мой взгляд важно так что вы как пара чейн получаете это преимущество как только вы будут стропить и как пара чейн вы получите что-то вроде безопасности как услугу от всех этих валидаторов в рилой чейн так что это полезно потому что я думаю для многих чейнов когда они только стартуют им как бы нужно будет стропить этого валидатора настроенного на создание безопасности тогда как в системе полкадот вы просто получаете его как услугу поэтому я думаю что это важно но самое главное для меня это совместимость это тоже самое как если бы вы представляли собой отдельный и vm чейн где у вас могут быть мосты и тому подобное но это никогда не будет таким же нативным как наличие встроенной сети и возможности создавать специализированные пара чейны которым можно получить доступ я не знаю точно как выглядят эти функции но мне понятно что почти все существующие сегодня протоколы по замыслу были разработаны с использованием она чейн размещения таким образом они как бы автономно в одном чейне а затем люди копируют реализацию во многие чейны на этом этапе вот что происходит с этой стратегии портирования я действительно думаю что почти все эти протоколы нужно переосмыслить так чтобы они изначально выглядели как нативные мультичейн версии я думаю будут разные протоколы которые смогут это сделать и я думаю что у полка дот есть много таких примитивов которых нет в других чейнах даже простой пример для одного из этих дефай протоколов это указать на множество чейнов где ликвидность разделяется на разные чейны есть очевидная вещь которая в значительной степени остается нерешенной как я могу использовать ликвидность в одном чейне для каких-то действий происходящих в другом инфраструктура полка дот предоставляет хорошую основу для создания чего-то вроде нативно мультичейнового приложения которое может иметь разные функции которые выполняются в разных специализированных чейнах да ты правильно говоришь что самая большая проблема это разделение ликвидности у вас может быть layer 2 а у вас могут быть транзакции секунду все это прекрасно но ликвидность разделена например юнис вап они запускают новые решения для масштабирования но она полностью пустое потому что вся ликвидность находится где-то в другом месте и почти нет причин торговать на этих решениях если ликвидности нет и если полка дот может прийти и сказать что вся ликвидность поделена и некоторые чейны будут больше для скорости некоторые будут больше для безопасности некоторые будут для чего-то еще то ликвидность всегда будет одинаковой это определенно меняет правила игры но считаешь ли ты что количество парачейнов является проблемой сколько парачейнов может быть на полка дот потому что это своего рода ограничивающий фактор я имею ввиду да все дело в ликвидности но вроде 12 или 10 или сколько тандерок как ты думаешь эта проблема предполагается что начальная пропускная способность системы составит 100 я думаю что так продлится некоторое время но в конечном итоге все равно понадобится нечто большее план который я слышал от команды парите заключается в том что они планируют в конечном итоге создать иерархический риле чейн таким образом может существовать риле чейн базового уровня которая обеспечивает 100 чейнов но тогда один из этих чейнов может быть сам риле чейн это может быть как нисходящее дерево в информатике состоящий из нескольких уровней чтобы в конечном итоге получить больше пара чейнов я думаю это их стратегия масштабирования прямо сейчас ограничение заключается в том что существуют сложные проблемы информатики когда дело доходит до количества валидаторов которые у вас есть и того сколько чейнов может быть обеспечено некоторым набором валидаторов но я думаю что этой сотни хватит на некоторое время у самой в полка дот всегда есть такой качественный постоянный механизм потому что идет конкуренция за слоты приходят некоторые новые команды и возможно некоторые команды которые там были первыми могут выпасть и поэтому идет непрерывный процесс чтобы понять у кого есть эти слоты но разве это не проблема полка дот допустим я что-то строю и вкладываю много средств у нас есть вся эта ликвидность и потом мы можем выпасть не выиграв следующий аукцион думали ли они о том как это будет выглядеть я думаю что идея в том что вы должны выиграть повторно слот если у вас есть поддержкой или вы предоставляете ценную услугу но если вы всего этого не делаете или команда перестает поставлять услуги и тому подобное тогда проект действительно не должен занимать ценные ресурсы если это не то что создает ценность и во что верит сообщество я думаю что эти краудлоуны в значительной степени выражения поддержки сообщества например какие чейны в которые верит сообщество должны получить слот да будет интересно за всем этим понаблюдать а потому что пока есть 100 слотов но проектов может быть и тысяча и думаю пока dot найдут способ это все решить и наверное не стоит забывать что кто-то возможно выберет более простой путь и пойдет вкусом а я конечно думаю что еще один способ ослабить давление это проекты подобные нашему эти слоты это своего рода серьезный бизнес и они представлены только для более крупной инфраструктуры или более важный проектов которым я думаю имеет смысл занять слот противном случае вы могли бы перейти на платформу ориентированную на парачейн такую как наша разместив существующий настоящий парачейн вы по-прежнему можете получить доступ к к системе имеющимся там активом и пользователям но вы не занимаете слот я понял да это очень интересно и когда дело доходит до различных веем на палькадот что делает moonbeam чего не делаю другие и веем от палькадот да очевидно мы не только удвоились но и утроились мы специализируемся на этой и в м мы продвинули реализацию многих функций вместе с парите вот чем мы знамениты мы ребята которые создали галактику выполнили реализацию и вы я знаю что некоторые другие команды планируют внедрить эти функции для многих это не основная цель а скорее список функций но с нашей точки зрения нужно выбирать на чем сосредоточить внимание более того я бы сказал что мы пришли к выводу что основная реализация этериум сама по себе это одно но на самом деле все эти сопутствующие интеграции связанные с основой столь же важны как и сама основа и конечно же есть этот эффект сети экосистемы если вы протокол дфа вы не хотите быть первым кто где-то размещается потому что вы зависите от всего этого так что я думаю что перед нами стоял большой вызов как забудстрапить это и собрать некоторую группу людей которые согласились бы сразу переехать чтобы они могли удовлетворить потребности друг друга я думаю что мы не будем единственными кто это сделает таких людей очень много и мы сможем этого добиться это очень интересно что касается прочей на я думаю не все понимает весь процесс можете ли вы объяснить что нужно для того чтобы стать прочей нам с точки зрения токенов например сколько это стоит в долларах это скоро произойдет и может быть ты можешь объяснить как люди могут участвовать и поддерживать вас в этом процессе я упоминал что это немного уникальный процесс поэтому у вас есть этот дефицитный ресурс у вас есть эти слоты парачейна которые будут заняты командами парачейнов и давай наверное отвечу на твой первый вопрос и что в этом кроется и так чтобы иметь парачейн вам необходимо выполнить реализацию сабстрейт полный блокчейн который совместим с релэйчейн кусама или полка дот и есть процесс который необходимо пройти командам чтобы занять одно из этих мест и вместо того чтобы просто раздать эти слоты проектом команда парите запустила эту аукционную систему и она открыта для всех она не требует разрешения и команда у которой есть выигрышная ставка на аукционе занимает слот таким образом у рынка есть такой способ выразить себя говоря и эта команда вложила большую часть актива релэйчейн и поэтому они получают место и все это вот-вот начнется это произошло на кусама и это постоянный процесс и он вот-вот начнется на полка дот 11 ноября когда первый слот станет доступным начнется аукцион на первые слоты выигрышные ставки довольно высоки это вроде отдельного механизма и в основном командам не хватает извини что перебиваю но прежде чем мы продолжим ты говорил что всего 100 слотов а сколько их будет изначально на кусама изначально были доступны 5 но сейчас я думаю их примерно 11 или 12 так что они превышают начальные 5 и затем они начинаются как повторяющаяся последовательность количество доступных слотов со временем увеличивается это своего рода непрерывный процесс нечто подобное происходит из полка дот где изначально будет доступно 5 5 окей я думаю они хотят убедиться что система работает нормально а затем возможно каждые пару недель будет добавляться еще один так что это будет похоже на непрерывный процесс чтобы выйти на полный объем и конечно вопрос о том сколько денег нужно сколько токенов нужно клиринговая цена на кусама была довольно высокой проект вызывает большой интерес был создан интересный механизм чтобы собрать команды в одном месте где они могли получить одну из этих выигрышных ставок на аукционе это называется краудлоуном и так идея состоит в том что вместо того чтобы команда сама принесла необходимое количество дот случае аукционов полка дот она может повлечь свое сообщество и попросить его помочь получить эту выигрышную ставку на аукционе и это делается открытым не требующим разрешения и вместе с тем безопасным способом когда по факту средства никогда не контролируются командой а направляются непосредственно на одну из ставок на аукционе и затем если удастся провести краудлоуном команда обычно возвращает вознаграждение сторонникам сообщества за то что они помогли им получить слот и для кусама почти все выигрышные аукционы были выиграны с использованием этого механизма краудлоуна и на полка дот будет то же самое и это своего рода катализатор сильных сторон и убеждений вашего сообщества когда одно сообщество поддерживает свою команду против другой своими токенами чтобы помочь им занять одно из мест и чтобы уточнить это стейкинг правильно смысле что вы отправляете деньги и они не просто пропадают это просто совершенно верно они заблокированы на какое-то время вы их получите обратно после этой блокировки в некотором смысле вы что-то вносите но на самом деле это альтернативная стоимость которую вы могли бы просто застейкать на риле чейн чтобы получить вознаграждение таким образом вы отказываетесь от этой альтернативной стоимости поддерживая проект это что-то вроде голосования допустим вы ребята выиграли и как долго вас будет этот слот когда будет переизбрание или люди должны постоянно стейкайте все будет меняться в реальном времени как это работает во вторых на кусама и полка дот все по-разному одна из особенностей кусама заключается в том что на кусама все происходит быстрее это одно из различий база кода такая же но параметры тайминга всегда быстрее на кусама и команда может решить на самом деле как долго они хотят занимать один из этих слотов максимальное время на кусама составляла 48 недель что чуть меньше одного года поэтому пара чейн он river был взят а в аренду на 48 недель а на полка дот это 96 недель меньше двух лет а пара чейн он бим будет занимать слот 96 недель но мы также хотим понимать суммы в долларах сколько примерно нам нужно застейкать чтобы вы могли получить слот на 96 недель нам нужно посмотреть что нам говорит рынок у нас есть данные искусама на которые мы можем опираться на кусама первые слоты обычно стоили около 200 тысяч ксм что было очень много в том смысле что это примерно 2 процента от доступного предложения кусама так сколько нужно я давно не смотрел что-то вроде 300 с лишним долларов за одну давай посмотрим и так ксм сейчас стоит 400 долларов если быстро посчитать это 87 миллионов 87 миллионов основываясь на текущей цене для кусама для пока дот может быть раз в пять больше или что-то в этом роде будет интересно за этим наблюдать но в условиях сообщества это возможно если у вас есть сильное сообщество на самом деле это уже не такие безумные цифры и так как вы это оцениваете для тебя это безумие потому что для меня если бы кусама была дешевле то это всего 40 миллионов так что с точки зрения сообщества это не так уж и много считаешь ли ты такие суммы обоснованными я все еще считаю что это дорого потому что как я уже упоминал эти слоты будут продолжать появляться на рынке с течением времени я не вижу причин по которым клиринговая цена на аукционе для этих слотов со временем снизится поскольку доступных слотов больше на рынке больше предложения но некоторые изначальных слотов заняты лучшими командами поэтому это способ с помощью которого люди могут получить доступ к токенам тех проектов которые в основном вызывают большой интерес я думаю что изначально это явно влияет на цены интересно потому что мы видели например что avalanche вчера объявила что у них будет фонд в 200 миллионов долларов для роста и сообщества а здесь нужно 87 чтобы попасть кусама я имею ввиду что конечно это много но если у вас есть сильное сообщество это должно быть приемлемо и что касается количество изначальным будет 5 слотов или они еще не решили на полка дот будет происходить примерно как и на дорожной карте кусама где изначально было 5 слотов после первых пяти были некоторые проверки обновления и тому подобное но затем было еще пять и теперь это своего рода непрерывный процесс поэтому я уверен что он будет таким же на полка дот где есть начальный батч потом будет второй батч и так далее по накатанной окей а чем ты занимаешься каждый день какой у тебя распорядок какова жизнь основателя прочей на полка дот мы очень много работали над запуском мундривер на которой потребовалось много времени это был очень важный этап и теперь следующий важный этап это запуск самого мундбим и это также требует от команды большого внимания и сил но я действительно думаю что возможно в отличие от некоторых других проектов у нас есть эти своего рода двойные потоки исполнения наша сеть мундривер немного опережает по времени мундбим и поэтому сейчас много усилий направлено на поддержку команд и размещение инфраструктуры и всего того о чем я упоминал ранее было важно запустить мундбим но я уверен что на мундбим мы сделаем все те же вещи которые были сделаны на мундривер но я думаю люди хотели бы узнать о тебе как просто человеке я имею ввиду что людям интересно как в общем проходит твоя жизнь интересно узнать тебя как человека ты встаешь утром берешь кофе садишься за компьютер или что ты делаешь я думаю ты сидишь за компьютером до самой ночи как я потому что это делает все кто связан с криптой в этом смысле да в районе 14 часов за компьютером делаю разные звонки знаешь меня называют старомодным из-за этих звонков но сейчас все такие давай обсудим все в телеграм но я не знаю может и старый но мне нравится общаться по видео с кем-то потому что сейчас практически все удаленно и хочется узнать человека лучше так что для меня это важно как бывает с разными командами я хочу больше познакомиться с ними как с людьми пообщаться а об их технологии я могу и почитать так что да много звонков трудоемкий процесс как построение экосистемы много чего нужно обеспечить встретиться с командами которые хотят сделать инвестиции и тому подобное у тебя хорошее качество звука и видео и мне это очень нравится потому что иногда я делаю эти интервью некоторые люди приходят с плохим микрофоном и он эхом раздается повсюду поэтому я был очень доволен как только мы начали интервью я нахожусь на временном рабочем месте поэтому у меня здесь только мои мобильные устройства но у меня дома все еще более качественная но да вам нужен микрофон хорошего качества и хорошая видеокамера и наконец с точки зрения организации команды какой совет вы можете дать людям которые смотрят это интервью потому что многие люди которые смотрят на нас также хотят делать что-то в крипте возможно они хотят начать свой проект какой организационный процесс стоит за мудбим как вы координируете встречи команды и тому подобное наем сотрудников это очень важный процесс и я совершал много ошибок в прошлом со временем ты учишься на них но большую часть своего времени я трачу на подбор персонала мой бывший соучредитель раньше шутил что у него есть две работы в качестве генерального директора нанимать нужных людей и терять деньги поэтому я иногда вспоминаю его слова потому что это две самые важные вещи что касается найма мы тратим на это много времени и довольно придирчивы в этом вопросе я слышу как люди говорят что-то вроде я собираюсь передать это на аутсорсинг но это совершенно неправильно вы должны быть вовлечены в этот процесс что касается того как мы работаем я думаю что из-за всей этой удаленности вам нужно прилагать огромные усилия чтобы люди чувствовали взаимосвязь и находились на одной волне к примеру одна стратегия которую мы используем у нас есть сейчас 36 человек так что мы определенно выросли в размерах это немного но два раза в неделю у нас есть all hands stand up где все включая меня отчитываются вот то что я делал в последние несколько дней и вот что я буду делать дальше это звучит немного утомительно но эта часть нашей культуры и я думаю что важно поддерживать эту прозрачность и связь чтобы люди понимали куда мы движемся я также чувствую ответственность чтобы встать перед всей компанией и объяснить что это такое что мы делаем и так далее это та стратегия которую мы использовали и в этом своего рода удаленном мире где можно спрятаться за парочкой сообщений вам очень нужны такие моменты когда команда собирается вместе чтобы продолжать чувствовать себя командой и одна из вещей которые нам очень помогли в моралис это гитлаб хэндбук ты знаешь об этом гитлаб хэндбук нет я имею ввиду гитлаб стартап уже оценивается в 15 миллиардов долларов или около того и когда мы увидели это руководство мы были очень удивлены у них открытый исходный код как и у нас поэтому мы решили а давайте посмотрим что они делают и обнаружили что у них не только технологии с открытым исходным кодом но и вся их организация с открытым исходным кодом я могу после интервью отправить тебе ссылку и вы ребята все кто смотрит можете погуглить гитлаб хэндбук потому что они подробно пишут о том как они выполняют удаленную работу как расслабляются когда пора встречаться когда встречи не нужны когда они необходимы и так далее конечно они описывают то что делают они сами но это очень полезно потому что сотни сотрудников как большинстве компаний занимающихся программированием удалены друг от друга мы нашли этот гитлаб хэндбук и он действительно помогает потому что мы постоянно думали о том организовывать ли нам созвон или пока нет все в разных часовых поясах и когда у кого-то 5 утра у другого один часов вечера но нам нужно связаться всем вместе и так далее и мы получили много ответов на свои вопросы из гитлаб хэндбук поэтому я очень тебе его рекомендую и всем вам ребята кто смотрит и дэрек было прекрасно пообщаться с тобой мы многое узнали и теперь хорошо осведомлены обо всем так что же делать тем кто хочет быть вовлеченным в мудим я хотел сказать людям напоследок что скоро начнутся аукционы парачейна в полка дот конкретнее 11 ноября мудим фаундэйшн будет проводить краудлоун чтобы получить поддержку проекта и занять один из первоначальных слотов принять участие в этом краудлоуне это отличный способ стать вовлеченным проект ведь это означает что вы станете совладельцем нашей сети это то что я бы предложил вам сделать если вы хотите быть вовлечены в проект абсолютно точно ребята так что возьмите какое-то количество дот и поддержите мудим потому что эти ребята действительно делают что-то революционное итак мы желаем вам удачи дэрек я надеюсь пообщаться с вами снова вскоре после того как вы сделаете несколько объявлений о запуске да кстати когда вы узнаете получили вы парачейн слот или нет если какие-то сроки и так первые пять слотов определяются по одному каждую неделю так что срок 4 или 5 недель после первой недели мы будем знать выиграли мы или нет и если нет то переходим на следующую неделю и так далее до последней неделе будет очень нервная так что когда это все начинается 11 ноября а вау через неделю после завтрашнего дня или вернее со дня когда мы записали это интервью окей ребята ставьте лайк скоро увидимся и спасибо большое дырок да спасибо что пригласил пока